Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Глупостей в российском законотворчестве в последнее время предостаточно. Хватило их и на долю закона о митингах. Как пишет газета «Комсомольская правда», протестующим все же вернули тротуары. Ранее областной вариант законопроекта предполагал, что сия территория будет исключена для возможности проведения акций, что вызвало основную претензию со стороны профессиональных протестующих. Однако после проведения общественных слушаний власти решили этот вопрос пересмотреть. Так или иначе, ничего другого ожидать и не приходилось. Последнее время будто в тренде со стороны власти заведомо предлагать глупости, а потом, прислушиваясь к общественности, их менять. Это похоже на то, как давать маленькому несмышленому ребенку почувствовать себя взрослым, передавая деньги за проезд кондуктору за маму. Инфопресс В нашей стране правоохранительные органы скорее защищают систему от людей, чем людей от чего бы то ни было в принципе. Так или иначе, примеров подобного умопомощительно много. Как пишет газета «Репортер», пару недель назад Следственный комитет закрыл уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника областного ГИБДД Андрея Бахтина с формулировкой в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Поводом для возбуждения уголовного дела стал факт завладения бывшим начальником отдела внутренних дел Кирово-Чепецкого района мотоциклом, находящимся на специализированной стоянке ОВД. Как оказалось, Бахтин на самом деле мотоцикл купил еще в 2006 году за 3,5 тысячи рублей. И как объяснили следователи, его собственник к Бахтину никаких претензий не имел. А вообще, некие кирово-чепецкие активисты инкриминировали ему обвинений посерьезнее. Однако Бахтин, видимо, очень удачно сманеврировал на пенсию. Инфопресс Хотя, как показывает практика, дело может еще и откроется. Как, например, в ситуации с начальником Департамента физкультуры и спорта Кировской области Светланы Медведевой. Как пишет газета «Бизнес-новости», уголовное дело в отношении Светланы Владиславовны возобновлено. И из свидетеля она снова превратилась в подозреваемую в мошенничестве. По версии следователей, Медведева собирала денежные средства с родителей учеников для оплаты занятий в бассейне. Хотя плавание для них должно было быть бесплатным. Кроме того, Медведева якобы фиктивно трудоустроила на место тренера-преподавателя свою знакомую. Который с 2005 по 2010 годы перечислялась зарплата на общую сумму 400 тысяч рублей. Между тем, судя по нерешительности следствия, думается, дело откроется и закроется еще не раз. И вообще создается ощущение, что глава кировского спорта в этой ситуации скорее средство для достижения совсем другой цели. Инфопресс Старые привычки сильнее новых увлечений. На днях губернаторов в Твиттере сделали комплимент. Один из его фолловеров спросил сам себя, зачем он читает Никиту Билых, если теперь живет в Нижнем Новгороде. И сам же ответил, потому что человек Никита Ильич хороший. И если раньше о людях судили по книжной полке дома, то сейчас, судя по всему, по друзьям в Твиттере. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс